мы будем ему давать нагрузку вот 96 килограмм сколько там 8 8 вру на 2 секунды здесь нахожусь решил все его про замеряем скоростуху парни gps вы наши подписчики нам подарили имею возможность прикоснуться клада тематике ну как 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 смотрите девчонка первый раз вообще за такую тематику сел и он катается прям в секунды обучение происходит если девочка это смогла обучиться взрослая значит ребенку все по силу если взрослый баба может ребенок вообще без проблем очень без проблем смотрите что у нас есть канал выходит на новый уровень парни все для вас все благодаря вам теперь у нас тут там вы вы наши подписчики нам подарили мы теперь имеем возможность прикоснуться квадро тематике май самара клещи мы в биостопе защищены на сто процентов имеем вот такую тему как и название мотоx raptor 7 парни мы можем вас с ним познакомить по кайфу вещь угарные пацаны 150 кило выдерживать ну чё парни пишите разобьемся нет таки пишите сами разложимся или его разложим да у нас жесткий тест пишет 150 килограмм но он такой маленький я не знаю как он это должен выдержать и что за подросток 150 килограмм или просто пацаны не имеется ввиду пацаны знают что пацанчик купит то пацанчик купит сыну а будет ездить сам что мы в общем-то и имеем на данный момент парни вот такая тема вообще вещь парни ништяк работает как вообще не понятно маленький пофигарит я там заехал чуть вот так под уклон назад он с буксом и выехал спокойно ванч 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 езда на неправильной ноге зацените эпичность места парни специально для вас снимать приехали не абы куда а в труднодоступочку а пристава приставать вау почувствуй почувствуй парняги вот такая штука у нас есть дикая дичь дикая название ему motox вот оно это китайский китай но как считается китай уже более брендовый более качественный более надежный но он им какой-то да но впечатление при сборке мы вам сейчас расскажем вот парни сразу с вас со сложностями столкнулись за пара какая-то смотрите что имеем имеем разметку вот это вот штука имеет надпись букву rr вот это имеет букву l ну допустим не по медицинскому если то ладно но суппорта тоже имеет абсолютно противоположные получается это у нас р а супер и и вот мы думаем это так задумано или надо все менять переставлять хотя вот так вот он уже идет как бы завода вот он так вот пришел это сюда вывезено и как бы ошибиться здесь можно только изначально исходно когда на заводе все выкидываешь сюда вот опять же мы логично так подумали буква и слева в принципе правильно и вот по логике вещей вот этих вот вещей то что сверху здесь находится вот это вот это что и . ну должно быть что это слева маловероятно что если вот этот суппорт перекинуть туда то получится он с той стороны вот так будет вниз вот этой вот блямбой не очень комильфон но при этом получается если вот эти штуки поменять местами одну с другой и поставить так как буква r то у нас меняются углы ручьегор по идее потому что здесь она не симметричный перевернут или придется вот так вот и перевернуть и дальше слушай а я не знаю там на той стране буква r есть да там тоже буква r есть а то я так подумал я с этой стороны если перевернем на тут л вот она и как правильно что-то за пара не знаю а в инструкции что говорят да нет инструкции по сборке нет инструкции есть но инструкции по сборке нет нет есть видео на канале короче ставим как пришло парни на свой страх и риск удалу надо вести удалу надо на профессиональную оценку отвести согласен удав кастом парни знаете такой пацана то лятинского дикий кастомайзер любые в любой мототехники поэтому смотрите ставим тогда как пришло потому что это все логично оно пришло с завода вот так здесь на от нас ничего не зависит просто поставить пока вот других каких таких вот косяков явных мы не нашли везде все прокрашено никаких там внизу сейчас собирал эти подножки вот этот ходит в багажнике и все прям вот нормально там один в один без запад пока впечатление приезде ну первое впечатление офигевшие замеряем скоростуху парни gps-ом аж стал или у него более фырит фырит слушай он прям фырит капитально ну чё как впечатлюга на максималке с парами с парами да а у него есть сигналка парни брелок сигнализация есть мы пока увезли он пикал что типа там сотрясение происходит выруби фара ну и чё как ну прикольно фырит нормально сейчас скажу максимальная скорость у меня было 33 километра в час 33 неплохо ну если честно я циковал ну конечно здесь обрывы такие надо будет на асфальте как-нибудь попробовать для для ребенка вообще с но с ума сойдет да но я думаю отрыву защиту по полной надо потому что 30 километра не но он рвет еще в момент такой вот здесь что есть капитально рвет регулировка газа вот этот болтик все и он не может дистанционная и дистанционный до пульт как он действует контроля ну якобы он глушит движок когда там ты видишь ребенок пошел куда-то не туда поехал раз кнопку нажал но он как это как квадрик у него есть чека то есть если ты упал чека к тебе привязана он глохнет есть экстренная заглушка обесточка пипикалка все сработало да все он нажимает на кнопку и он глохнет то есть если вдруг какая ситуация а дистанционно можно завести но ребенка надо нажать на тормоз и дистанционный завод партой нажимаю так нажимаем ни хрена ничего на тормоз ребенок нажимает боя с полоборота слушайте ну прикольно я честно скажу ожидал будет полный кал потому что он не вот прям каких-то дорогих денег стоит что все это с интернета заказано пришло транспортной компании сами мы собирали но он не килограмм действительно он тяжелый да но в 1 можно его разгрузить и погрузить кайф парни парни сразу решили показать он короче что сотку кило весит плюс-минус да мы его грузили как бы вдвоем но по одиночке сначала стал сюда зацепил перед а второй сам к себе взял из жопы закатил то есть принципе один человек может сделать я попробую снять одного вот я я как бы слабак тащи-тащи-тащи-тащи-тащи-тащи все так тащи-тащи нет 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 вовсе все нормально снял опустить также до плену выпряме дугой не откатывается да и хочет а во первых руль это во вторых здесь видишь он в горке стоит его надо знать как подъезжать можно бросать все парни в 1 можно и засунуть и высунуть мы будем ему давать нагрузку вот 96 килограмм сколько там 84 8 вруна вот это все будет на нем ездить в принципе он повседневно такой не предназначен но это допустимые веса вот и посмотрим как он это все выдержит сколько он проедет какие будут проблемы может то есть все мы открыты для вас полностью какие-то вопросы пожалуйста в комментариях задавайте будет будем его тестить все какие случатся с поломки проблемы вопросы все будем вам освещать без всяких прикрас кстати он 4 тактный тут не надо ничего мешать фар горят тут не надо ничего смешивать тут все уже так сказать как в обычном автомобиле заливаем сюда 3 3 3 литра бачок ну давай дай характеристику пацана это самый бюджетный барабанные в том плане что они тросиковые ну да вроде как регулируется вот это вот подвеска и спереди а вот видно перескок так ну собственно все одна передача вперед одна передача назад самый простой или самый простой колеса номер какой 7 дюймов у него даже на раме есть номер парни на раме есть номер и вот здесь табличка забавная тема очень забавная тема в пикап вот в халюкс заходит спокойно даже есть еще место закрываешь борт еще небольшое место есть фиксишь и поехали вот такой вот парня га у нас теперь есть канал заживет новый насыщенный и расширенный жизнью это первый этап на самом деле да мы вливаемся в мото квадро движение парня теперь пойдет а научат отца но вот вы ввели так вот когда взрослый человек ну так почти не карлик сидит на этом те сколько росту сто семьдесят шесть вот сто семьдесят шесть сантиметров сидит на нем выглядит так ну давай я 190 покажу я как антон воротников 190 имею как могу снимать обзор вам 10 парень о ну мне кстати сидеть это вполне комфортно все органы управления все меня все устраивает вот такие дела можно такси жопе немножко данных постантить ладно парни фейнш 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 малец не дождется его давай кого папку своего ни папку ни мотороллера по кайфу а аж пыль летит исчерпел всю поляну исчерпел по кайфу да слушай ты мне говорил что они там взрослые мужики на них неплохо гоняет вот так как ты сейчас показывает я там по этот был трехступенчатый нормально колес побольше ну и здесь мне немножко жалко они там фырит и мне жалко на фиба они же на чужом ездили ну да блин кое ну а ты решил сразу наглушняк да Блин, он буксует, парни Смотрите, ямы какие нарыл У-у-у У него задняя скорость мощнее первой Да, потому что Теп этот, считай Она более пониженная По кайфу, по кайфу Я выпишусь из него по-любому Ну давай, не дури Блин, он прям мощня Да, блин, вот говорили Говорили тебе Бери тот Я дурак, а А тот, сразу говори пацанам, какой надо брать Да, короче, берите, который на 8-дюймовых колесах И с... Тремя передачами Тремя передачами вперед Вот он тогда будет ехать Поехали В горку В горку А-а-а, е-е-е-ть У-у-у По кайфу, парни Блин, ну это реально даёт эмоция Задняя скорость ее утекает, может перевернуть можно? Кайф! Блин, вот эмоции от детской игрушки сколько! Что? Эмоции от детской игрушки сколько! Вообще, блин! Вообще под кайфом! Парни, он держит 96 килограмм, спокойно! У-ху-ху! О, парни, смотрите, что мутим! Пенч! Автопогрузка! Давай на пониженный! Задняя фырит офигенно! Что? Задняя фырит кайфно! Задняя вообще мощная! Но она медленная, я пробовал на ней разогнаться! Давай на тормозах, бра! Ну, не совсем как хотелось, но это первый опыт! Низовей! Ступенька большая! Ну, а в целом, ништяк, парни! Мы это сделали! Ставь лайк, подписывайся на канал! Фырь на... Как он? Спортекс? Мотекс! Мотекс! Фырь-фырь-фырь! Фыркой! Пока!